Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли... Одобряла комментарии на ютубе. И здесь есть два комментария, которые... Ну, хотелось бы немножко ответить людям на вопросы. Все равно люди задают вопросы. Ну да. Первый такой вопрос. Благодарю за информацию. Посните, пожалуйста, если вы говорите, что литература нужна лишь как источник чужого опыта. При этом огромную важность придаете развитию языка и слова. Так как они помогают создавать Но ведь красивая, богатая, грамотная речь Это результат чтения Одно обогащает другое Тогда почему идет такое пренебрежение к литературе? То есть зацепили тех, кто Увлечен литературой Увлечен, да А давайте начнем по-другому смотреть Почему вы решили, что красивая, богатая речь Это только результат чтения книг литературных Именно романов, душесчипательных каких-то Мелодрам и так далее Ведь можно читать книги научные Энциклопедию Можно читать физику, математику, естествознание Книги по культуре, искусству Опять-таки живописи и так далее Это все книги Вырвать из контекста литературу Опять-таки литература разная бывает Есть литература, например, русские народные сказки Обалденная вещь Читайте детям Они наполняют Они дают варианты Именно цепляют подсознание И выстраивают для правильного включения психики Но можно ребенку вместо сказок народных Начать читать какие-то мелодрамы Можно начинать читать Достоевского Про Раскольникова почитать Ну какая разница Или Анну Каренину туда впихнуть Или еще что-то И у ребенка на основании того, что он читает У него будет представление Что нормально, что ненормально Как он может себя проявить в социуме, как не может И в зависимости Каждая книга несет определенное состояние И она выстраивает определенное состояние сознания Включает целый спектр Разворачивает в психике Точно так же, как речь человека Обращенная к тому же самому, например, ребенку Она включает память Она включает у ребенка Мыслительные процессы И они включаются в определенной частоте И можно их включать из вины, обиды Злости, ярости, ненависти и так далее А можно включать из Вау, интересно, солнце, хэппи-энд Ведь все дети знают, что сказка Закончится по-любому хорошо То есть даже если они где-то начинают переживать За главного героя У них все равно И они вышли в хэппи-энд Но это же не скажешь про книги Можно почитать Пастернака, доктора Живага На самом деле вот сейчас Доктора Живага можно наложить На всю российскую действительность Ведь на самом деле Пастернак очень хорошо это писал Просто офигенно описал Но Вы же не будете это давать читать детям Ну хотя можете дать почитать и детям Если вы хотите, чтобы они Выстроили свою реальность Такой же, какой прожил доктор Живага Ну то есть это выбор Это не ограничение Это не уважение Это не нивелирование там чего-то Это выбор Свобода, я тоже сказала Это выбор, это свобода Здесь важно именно Как вы этот материал Преподнесете ребенку То есть Не просто дать почитать, допустим Если ребенка касаться А так, чтобы вы могли обсудить Но если даже и обсудить То не с позиции Я лучше знаю И ты вот так не видишь А именно с позиции Выслушать Как мнение у ребенка Какое Какое вы видите Видение И соединить И ребенку пояснить Тогда да Я просто сужу Вот по той литературе Которую дают в школах Там конкретно в рамках И материал Не рассматривается Вот с той позиции С которой только что я объяснила Но если твой ребенок Придет с той позиции Что ты объясняешь И проговариваешь То ему поставят двойку Да Потому что это не соответствует Тому толкованию Как он должен Растолковать правильно В школе именно есть мнение Ты должен рассказать так Как Это Либо в программе Школьной указано Либо Как автор это видел И все Других вариантов нет Причем никто не знает Как видел автор Но при этом Считает Что автор видел именно так Как общепринято Принято То есть Через литературу Человек вписывается В социальное Программное обеспечение Он вписывается В социум И Здесь же Включаются Программы совести Сострадания Сожаления Умиления В сопереживания Господа Это что Это чувства Которые У ребенка Пытаются Приклеить Под конкретной ситуацией Сразу С разъяснением Вот это правильно Вот это неправильно Ту-дух И створки закрыты Он в рамках Свободы нет Свободы нет А любовь где Своего мнения нет Своего мнения нет Оно и не надо тогда И тогда О какой Речи И о каком развитии Речи идет И о каком интересе Можно говорить И о каком интересе Идет речь То есть Точно так же Можно читать стихи У меня например Старший сын Великолепно До двух лет Он уже великолепно Читал Пушкина Наизусть Он не умел Читать книжки А Пушкина Он знал просто отрывки Которые потом Ему не пришлось Учить в школе Потому что у него Была великолепная память И он тараторил 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 Но у него Была склонность к этому Двое других детей Нет Они так стихи Не читали И не тараторили У них другое Восприятие было Но при этом Например С младшим ребенком Вот сегодня Мы начинаем изучать Инфодайвинг Каждый Каждый Его вопрос Каждый момент Я уделяю внимание Я могу оторваться От любого дела Для того Чтобы ему объяснить Вот смотри Посмотри на это вот так А теперь посмотри вот так А теперь посмотри вот так А вот так А теперь выбери Как ты будешь смотреть На этот мир И что у тебя Откликается Для того Чтобы ты был счастлив И он выбирает То восприятие В котором он счастлив И если подходишь так То он тренируется И тогда В истории Например Когда ему Причиняется боль Или он попадает В какую-то передрягу И ну Случилось что-то Да И ребенок Посмотрел под это Так 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 И нашел восприятие Которое Дарит ему счастье А в счастье выйти Без благодарности Невозможно А это значит Он сразу пойдет Через благодарность Тем людям С которыми Случилась история Тем событиям С которыми Которые произошли И таким образом Он завершает Эту историю Не успев ее развернуть Но этому же Надо научить ребенка Надо А это труд родителей Мало того Ребенок Привыкает Видеть Выход Множественный То есть Разные варианты выхода А не узость То есть Когда попадает В какую-то историю И все У него безвыходная ситуация И он Просто проваливается В эту неприятность С головой Да А здесь он в разуме Постоянно находится Вот случилось что-то И он видит Разные выходы И он выбирает Себя То есть У него Как Восприятие То есть У него работает Сразу Не узость мышления А он видит Видит Выходы Все Все То есть Да Он видит Множество А теперь смотрите Если вот в таком ключе Воспитывать детей Ну ладно У меня дети Айтишники Но Может ребенок Получить Специальность Там Конструктор Либо там Архитектор Либо там Изобретатель Да Вот он Что-то создает Если он Узко будет смотреть Научный работник Да Он узко смотрит В одну точку И он не видит Другого выхода Только так И другого быть не может Он ничего не откроет Ничего не изобретет Ничего не создаст новое Он может только Перелопачивать Уже чужие мысли Чужие идеи У него не может быть Озарений А когда ты подходишь А давай посмотрим Так Смотрим так Посмотрим так А теперь выйдем В благодарность Свернем И создадим То что нам надо И его сознание Моментально Создает решение Неординарное Креативное Через осознание Потому что В это время Работает разум И смотрите Почему мы Всегда акцентируем Внимание Что инфодайвингу Надо учить Еще со школой Потому что Маленький ребенок Воспринимает Вот эти все Объяснения И управление Восприятием Как игру Ему это очень Легко дается Ему легко дается Тогда смотреть На животных Ему не хочется Причинять боль Тому же самому Животному Ему не хочется Пнуть ногой Кого-то Или еще что-то У него сразу У него сразу Множественное восприятие И он находит Через благодарность Выход в счастье А в счастье Это ты не причиняешь боли У тебя нет насилия У тебя Автоматически Уже развивается Вот эта Потребность Светиться И для детей Это очень важно Потому что Дети Попадая в ограничения Родителей Теряют свое здоровье То есть Вот посмотрите Как наполняется Карточка ребенка До 18 лет Вот прохожу сейчас Водительскую медкомиссию И Брала выписку Приходит Молодой человек Его только перевели Из детской поликлиники Во взрослую Там в 16 лет переводит У него такой толщины Карточка Я сижу Женщина Который За 50 У меня вот такая Карточка А у него Вот такая И я смотрю Думаю Господи Либо твоя мама Помогала тебе Собрать все эти диагнозы Для того Чтобы тебя в армию Просто не взяли Потому что Ну уже настолько Распухшая карта Может быть Ну потенциального Инвалида Но Это же делают Родители Родители Ограничивают И у ребенка Гнется позвоночник Потом начинаются Проблемы с внутренними Органами С кровоснабжением С нервной системой И так далее Рождаются Дети в основном Здоровые Сразу из роддома Выписывают Говорят У вас хороший Здоровый малыш Куда этот малыш Делся к 18 годам Это бог ему Такую судьбу послал Или это Родители Так постарались Обкоцать Его психику Чтобы она Ударила По телу И проявила Все возможные Болячки Весь вот Арсенал Конечно Это заслуга Родителей И тут без вариантов Просто посмотрите Вот он родился Карточки Ноль У кого-то там Какие-то Небольшие Замечания То что До годика Врачи говорят Можно исправить А дальше Ребенок Потенциально здоров Куда девается Это потенциальное здоровье В ограничения И если вы любите Своих детей То вы не будете Их ограничивать Вы будете Учить их Такому восприятию Сами будете учить Не глядя Не на школу Ну нету сейчас Этого в школе Ну не доросло еще Общество для того Чтобы вести Инфодайвинг Или там Благодарность Или какие-то Такие предметы В школе Не созрело еще Сознание Ну пройдет Десять лет Оно созреет На самом деле Уже пойдет Движение В эту сторону Потому что Все равно Надо будет Обратить внимание На то Что молодое поколение Идет больное У больного Молодого поколения Будет рождаться Больное потомство И тогда И тогда они Они уже не будут Рождаться Потенциально здоров Они сразу Будут рождаться Больными И общество Вынуждено Будет с этим Что-то делать А этот процесс Сейчас идет Активно И после того Как вот Навоюется И проводит Эксперименты С вирусами Следующий этап Будут Обращать внимание А кто же После нас останется У кого мы Потом родимся У кого У больных И тогда Пойдет И инфодайвинг В школу пойдет И благодарность пойдет И все пойдет Но это можно Уже сейчас Хотя бы со своими детьми Заниматься Показывать Рассказывать Учить вот этому Расширению Смотри 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 И давать выход И когда даешь выход В это время Работает разум И в это время Работают озарения И тогда Вы знаете Чужие страдания Даже не станут Вопросом у вас Чтобы ребенку Дать почитать Вот вы будете стоять Какую книжку Дать почитать ребенку И вы постоите Подумаете И выберите Либо русские народные сказки Либо что-то веселое Но вряд ли вам Захочется Нагромождать Психику ребенка Чужими эмоциями Переживаниями Страданиями С отрицательным Эндом Совсем не хэпи Вот и все объяснение На самом деле Все очень просто Поэтому То что Речь развивает Только Литература Это неправда Речь развивает Не только литература И физика И математика И астрономия Все развивает Речь человека Это пока Просто был узкий взгляд Еще мне понравился Один вопрос Здесь Согласна с вами Про взятие Ответственности На себя Но никак не пойму Те бизнесмены Которые строят Бизнес на коррупционных Схемах На откатах И воровстве Из госбюджета И так далее Это как? Это тоже Про ими движет Интерес И они взяли Ответственность На себя И про Илона Маска Не пойму Вашего восторга Всем прекрасно Известно Что он просто Марионетка И ракеты Он сам не проектирует В чем его талант Тут два вопроса Смотрите Все что касается Коррупционных схем Вот вы сейчас Задавали вопрос Просто прочувствуйте Как вы его задавали Почему вы решили Что бизнес Строится на коррупционных схемах И вообще Какую схему Считать коррупционной Да Разве мы об этом говорили Вот Но если мы уже будем Говорить про бизнес То смотрите Есть производитель Который произвел Есть У производителя Всегда есть проблема Продать Есть человек Который хочет заработать И он говорит Я возьму И продам И он продает И тогда И производителю хорошо И человеку хорошо Производитель получил Столько Сколько он хотел Человек получил Столько Сколько он хотел Если эта схема Честная Открытая И это разрешено И в цепочке продавцов Может быть Несколько продавцов И это не является На самом деле Не должно являться Нарушением законодательства Это при правильном подходе То есть Этот говорит Я Обопрусь на Петровича Петрович говорит А у меня есть Иваныч А Иваныч Договорится там Еще с кем-то Каждый Каждый заработал Какую-то маржу Которую он Действительно Отработал Он честно Зарабатывал эти деньги Он честно Обладает связями Возможностями И так далее И он продал Там например Эту технику И наказывать их И считать это Коррупционной схемой На мой взгляд Неправильно Потому что Они все работали На то Чтобы это предприятие Имело сбыт И имело возможность Работать дальше Оно же получило деньги А вот все Что касается Откатов То они рождаются Тогда Когда в этой цепочке Кто-то Объявлен преступником То есть Когда введены Ограничения И этими ограничениями Можно манипулировать И тогда Рождается у людей Жадность И попытки Подставить Другого И так далее Это начинаются Игры Игры тупые Которые завязываются В кармические узлы И узел Как правило Выглядит таким образом В этой жизни Я тебя сажу В тюрьму В следующей Ты меня А через жизнь Мы еще покатимся Дополнительно Наворачивая Проживая Зависть Сперва Жадность Потом зависть Потом Гордыню Гордость Потом Обиду Потом Вину И потом Все вместе В основе Имея подавленную злость Это все Пойдет потом В подавленную злость В подоснову И потом вместе Мы будем осознавать Благодарность Друг Друг казнить, можно миловать, ну и соответственно можно и нужно проживать в следующей жизни эшафот. Да, и вот эти вот клубки это не про развитие сознания, и когда вы вот пишете вот этот вопрос, вы сами пишете из состояния жадности. Она не проработана, поэтому у вас бизнесмены, ну жадность, она вытекает из злости, вот этот ресурс не осознается, она же бьет по вашему финансовому положению, она же бьет по вашему телу, она же бьет по тому, в какие игры вы играете, и вместо того, чтобы куда внимание направлять, и вместо того, чтобы играть в обвинение кого-то в коррупционных схемах, надо осознать, что коррупционные схемы возникают там, где возникают ограничения. Убери крышку у банки, дай свободу, и в свободе не будет коррупции. Ее просто, там нету места для коррупции, там нету место, там она теряет смысл, дай свободу. Точно так же, как пропиши ясно все законы, вот мы работаем по такой-то схеме, и это прозрачно, никто не будет нарушать. А если ты там вилочку поставишь и будешь говорить, ты здесь нарушил, нет, ты здесь нарушил, нет, ты здесь нарушил, то тогда ты можешь тюрьму посадить любого. И вот когда вы это осознаете, видите и понимаете, из каких состояний создаются эти вилочки, а из каких состояний создаются свобода и творчество, то я все-таки за то, чтобы общество шло к тому, чтобы убрать все ограничения, убрать все ограничения, снести их просто. Что значит, вот просто подумайте, ограничения, вот в Беларуси уже нет упрощенной системы налогобложения, но в России, например, она есть. И точно так же есть индивидуальные предприниматели. Вот у них есть потолок, крышка на банке. Если больше, то тебе резко там добавляют НДС. Вообще, что такое НДС? Это обманный налог на самом деле. Вот, но его тебе резко добавляют, и предприниматель заранее знает, я никогда не пересеку этот порог. Кому от этого? У него уже стоит эта крышка. У него крышка на банке стоит. Точно так же поступают деньги на расчетный счет. Банк говорит, нет, у тебя лимит на день истяк. И все, сегодня ты больше не можешь принять денег. Опять крышка. Опять крышка на банке. Какой лимит? Какое ограничение по доходам? Какое? Это же безумие. Но это безумие сегодня есть, посмотрите. Расчетные счета лимитированы, эти вот поступления у предпринимателей потолки, у предприятий потолки. Иначе потом... А это значит, роста нет. А это значит, роста нет. Будь маленьким, не развивайся. Вот, это все про это. А это все основано на жадности, на той жадности, из которой задан вопрос. Представляете, насколько она многогранна, многолика. И если вы на жадность посмотрите, опять-таки, как мы объясняли только что про детей, с разных углов восприятия, вы увидите, что можно найти тот вариант, когда мы можем поблагодарить эту жадность, потому что именно благодаря ей создаются неосознанные игры для того, чтобы мы осознали свой силовой потенциал. Как правило, ту же самую подавленную злость. И благодаря ей мы начали двигаться в сторону развития. Она очень сильно выталкивает человека в развитии. Поэтому здесь большая тема, есть целый курс на эту тему. Повторять не буду. Про Илана Маска. И про Илана Маска не пойму вашего восторга. Всем прекрасно известно, что он просто марионетка и сам не проектирует, в чем его талант, что мы им восхищаемся. Да не восхищаемся мы на самом деле. Мы вообще... Суть была показана не с той позиции, с которой вы. Понятно, естественно, все понятно, где и что, где, на каком он месте. Суть была показать интерес. Именно интерес, как интерес движет. Двигает человека. Все. Но на самом деле того же самого Илона Маска я не буду нивелировать и сказать, что он обычный человек. Он не обычный человек, он талант. Вот возьмите любого. Вот почему вы не стали Илоном Маском? Илоном Маском, да. То есть почему вы не стали вот просто марионеткой, которая сама не проектирует, но при этом известна на весь мир, и его мнение формирует мнение социума. Почему вы не смогли этого дарить? То есть у него был этап, когда он проявлялся на полную катушку. Когда он взял ответственность и когда он сформировал сильную личность. Конечно. И вот эта личность достойна уважения. И пока мы не научимся уважать сильные личности, а будем их пренебрежить. Да кто он такой? Да я лучше его в сто раз. Где? В каком месте? Нет. А теперь посмотрите. Ладно, Илон Маск, вы посмотрите, как вы в своих странах относитесь. Я имею в виду любую страну сейчас. Американцы как относятся к Джо Байдену? Посмотрите, как вы ржете. Как относятся россияне к Путину? Посмотрите, посмотрите. Вы вот просто посмотрите, что вы пишете в чатах. А ведь эти люди достойны уважения. И пока вы не научитесь уважать и ценить других людей. То есть находить только отрицательные стороны. Вот, вот важна суть. Когда ты видишь, вот оно, объемное зрение. Вот чего надо ребенка видеть. Видеть все варианты. Где внимание, там и создание. Вот смотрите, в эту же тему, вот один в один, в эту же тему сейчас из чата мам было, было интересное письмо одной мамы. Ей тоже другая мама ответила очень хорошо. Сейчас, 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 сейчас зачитаю. Такое интересное письмо было. Просто... Тяжело найти мне. Вот сейчас много сообщений, просто прошло. И одна мама... Вот, можно я откровенно спрошу? Вот я зачитаю это письмо, это как раз-то в тему. Можно я откровенно спрошу? Есть ли уже такая тема? Это чата обсуждают мамы, развитие ребенка и то, как они работают по практикам. Вот я иногда сижу и думаю, вот изменения, изменения много. Что поменялось во мне? А что, ребенок мой все равно нет, не туда. А что ли... Я что ли поменялась? Мне иногда смешно над собой. Иногда слезы, агрессии, гнева нет. Но и счастья тоже нет. Соседка моя по дому ухаживает за взрослым инвалидом. Я этого не знала. Женщина там 66 лет, голова работает, а тела совсем нет. В общем, наргиз, женщина, которая ухаживает, сама мне все рассказала, как ей тяжело. 7 лет уже, слезы, руки стерты, прям кожа слезет, как и у меня. И ситуация один в один. А иногда просто хочется встать и выйти. Мне тоже хочется, потому что я устала и мне больно от того, что ничего не происходит. Как бы я ни любила и ни просила. В 5 утра может поднять сказку включай. И у нее также проснется и плачет. Телевизор переключай. Я, мать, и не могу идти. Она просто сиделка, не жертва. И я не жалости прошу, а хочу реально понять, почему так. Другая соседка юрист, уборщицей работает, две дочери взрослые, а все на ней уже еле ползает. И вот смотрите, мама, очевидно, мама, я такая бедная. И она бедная, и она бедная. И всем нужна жалость, всем надо внимания. Они все страдают, все так плохо. Где внимание? А подсознание понимает, о, тебе так нравится это. Интересна тебе игра в страдания. Тебе интересна игра в страдания. Ты слушай о страдании другого. И у нее руки стерты, и мои руки стерты. Давай сотрем еще больше. Бедный становится беднее, богатый становится богатее. Куда внимание? Куда внимание, там и создание. Если вы держите внимание на том, как все плохо, и пренебрежительно относитесь к окружению, если вы концентрируете внимание на том, что вот здесь боль, страдание, у всех боли, страдание, а хорошего нет. А если выпадает это хорошее, да ну это все ерунда, я не верю, это все лажа, это все не в моей реальности, я этого недостойна. Вы этого и не имеете. Вы отказываетесь от этого здесь и сейчас. Да, вы отказываетесь, вы зависаете. Вот именно в этом зависаете, и себя лишаете развития, себя лишаете роста. Ну, тут очевидно, когда человек зависает на неприятностях, эти же, ну то есть вот на своих неприятностях, и при этом он видит в окружении неприятности. Это говорит лишь только о том, и человеку это должно быть и сигналом изменить свое направление, то есть изменить свое внутреннее состояние благодаря тому, что ты видишь, что вокруг несчастье, значит в тебе это несчастье живет. Изменись, измени свое направление. Не зависай на этом, а увидь другие стороны. Это значит, что если ты завис, или ты, допустим, завидуешь, да, в тебе злость, жадость, ты зависаешь, ты сам себя лишаешь, то есть ты говоришь, это плохо, эти люди там нечестным путем заработали. Куда ты смотришь? Вот куда ты смотришь? Видишь, то есть ты остановился на своем пути развития, и ты просто смотришь, как и кто чем занимается, и даешь оценку. А сам о себе забыл, о развитии себя, и внутри ты наполняешься вот именно вот этой. Ты даже не будешь понимать, почему в тебе злость растет, ненависть растет. Да потому что твое подсознание, оно играет в те игры, куда направлено твое внимание, и ты наполняешься именно этим еще больше. Вместо того, чтобы увидеть свет, вместо того, чтобы появилось желание внутри, увидел, что кто-то богатый там, или кто-то разбогател, или кто-то чего-то достигает, увидел, и я хочу. И как же это здорово. Ведь действительно, то есть с благодарностью к этому человеку, что этот человек показал тебе не горе, а показал красоту, показал рост. И ты понимаешь, что есть и такой вариант жизни, и ты начинаешь учиться, начинаешь развиваться, ты начинаешь двигаться к жизни, к красоте, к развитию себя. И тогда естественным будет состояние неосуждения человека. Прекрасно известно, кому известно, что он марионетка. Кто так считает? Это вы так считаете. А на самом деле, этот человек достойен уважения, и этот человек достойен восторга, потому что он смог стать самым богатым человеком мира, он смог стать самым известным человеком мира, он смог стать формирователем мнений, и так далее. Вы в любом человеке можете найти на самом деле достоинства. Даже в бомже вы сможете увидеть достоинства, если вы захотите их увидеть. Потому что благодаря этому человеку вы видите разные варианты. Бомжу, благодаря бомжу вы видите, что вот такой вариант развития жизни, если я буду останавливаться, если я не буду развиваться. Благодаря Илону Маску вы видите такой вариант развития, когда можно делать открытие, можно двигаться. Вот каждому, абсолютно каждому человеку благодарность за за то что вы видите а раз вы видите значит благодарность себе если вы умеете видеть и умеете еще чувствовать благодарность к тому что вы видите потому что это как ваши путеводители которые вам помогают двигаться туда куда вам хочется вообще для подсознания не важно лишь бы двигалась не важно какая игра абсолютно лишь бы лишь бы двигались да но ведь это важно для человека для вас и если вы не осознаете игру что выбрали игру скучную остановочную завести игру это же вам плохо это же вы если вы смотрите на человека и вам он не нравится это же не не говорит о том что этот человек должен поменяться чтобы вам понравится ему пофиг даже вам не нравится это же чувство вас так разберитесь с этим чувством благодаря этому человеку вы это чувство словили в себе и вы можете благодаря этому человеку очистить себя от этого чувства то есть осознать вырасти на этом на самом деле благодарность это удивительное чувство это наверное одно из тех первых чувств которые в первую очередь отключает эго человека когда когда она начинает раздуваться я я все могу я такая крутая я могу вытереть ноги а было на маска я могу он мне должен он там марионетка он еще что-то вот это раздувание эго она всегда надувает пустоту пустота завершается тем что эго в какой-то момент взорвется не сегодня завтра не наилла не наилла не маски так на путине или там на байдене или там придумай еще кого-нибудь на рузвельте на сталине на ком-то еще она где-то взорвется на соседке она взорвется и обляпает вас вашу жизнь вашу жизнь на самом деле вот этой грязью то есть тогда будет не выиграл выиграл а тогда будет проиграл проиграл надо ли вам этот проигрыш надо ли вам отрицательный событийный ряд который вы не осознаете вот когда вы неблагодарны и вытираете ноги а какого-то человека например ну ваш вопрос сам за себя говорит да то вы и проживаете этот опыт потом из низов и потом бог послал вот мне там не повезло вот там случилось а на самом деле это все я который нивелировала другого человека на самом деле это не позволение себе быть в таком варианте и не позволение себе быть просто в счастье в любви и в радости и так далее быть в благодарности потому что именно благодарность сворачивает им игры как только благодарность ушла игра развернулась блин все ответы на вопросы мы приводим к тому что детей надо учить с детства благодарности и точно так же учиться самим именно благодарности для того чтобы сворачивать игры когда нет благодарности игра разворачивается на эго и она не столь прекрасно лучше разворачивать игры осознанно через создание но это другой уровень развития сознания это сознание богов тогда религии не будет место как-то так да то что религия остановка и она уже задержалась